Следующий вопрос будет от микрофона сестёр на правой стороне. Так что, сестра у микрофона, пожалуйста, вы можете задать свой вопрос. Добрый вечер всем. Моё имя Прошанти Дасри. Я из Индии. И я на самом деле родилась христианкой. И недавно я эмигрировала в Дубай в августе 2011 года. И я узнала об исламе. И мой брат также здесь, в Дубае. И он продолжает рассказывать нам об Аллахе. И я действительно убеждена, знаете, со всем знанием, что он поделился со мной. Я полностью убедилась, что ислам – это истинная религия. И Аллах, Он Альфа и Омега. Он Начало, и Он Последний. Мы даже не можем смотреть на солнце более 10 минут, так как мы можем увидеть Создателя. Поэтому я обрела убеждённость. Но есть некоторые вопросы, насчёт которых у меня есть сомнения. Потому как я родилась христианкой. У меня есть 4 вопроса. 4 вопроса доктору Закеру Найку. И первый вопрос. Знаете, я смотрела ваше видео на Ютубе. И вы говорили о Святом Духе. И вы конкретно упомянули, что Святой Дух существует. Поэтому я просто хотела узнать, существует ли Святой Дух в исламе согласно Корану. А также в Библии есть стих в Ветхом Завете, что Дух Бога, то есть Святой Дух, находится над водой. Отделён ли Святой Дух от Бога? Это мой вопрос. Сестра задала два вопроса. Первый вопрос – это, существует ли Святой Дух? И кто он такой, согласно Корану и Исламу, по сравнению с христианством? И Библия говорит, что Святой Дух парит над водой. И что это значит? И отделён ли Святой Дух от Бога? Сестра задала два вопроса. Сестра, если я отвечу на эти два вопроса, ты примешь ислам? Но я хочу спросить четыре вопроса. Ладно. Значит, я должен ответить тебе на первые два, а потом у тебя есть ещё два вопроса. Да, так и есть. На самом деле, я на 70% убеждена, благодаря знаниям, которыми мой брат поделился со мной, и благодаря вашим видео. Я честно убеждена на 70%. Значит, если я, иншалла, отвечу на четыре твоих вопроса, ты будешь убеждена на 100% и примешь ислам? Да, иншалла, я приму. Сестра задаст два вопроса. И после у неё ещё будет два вопроса. Что Библия упоминает о Святом Духе? И что Коран говорит о Святом Духе? Определение Святого Духа в Библии не похоже на его определение в исламе. Потому что, когда христиане говорят о Святом Духе, они полагают, что Он часть Троицы, триединого Бога. Хотя само слово «Троица» не существует в Библии. То есть Отец, Сын и Святой Дух. Когда они говорят «Отец», они думают, что всемогущий Бог, как Санта-Клаус, сидит на небесах, и земля, как скамейка для Его ног. А когда они говорят «Сын» об Иисусе Христе, мир ему, они представляют Его, как Джеффри Хантера в фильме «Король королей». С добрыми голубыми глазами и ровным носом, а не как у евреев. А когда они говорят о Святом Духе, они думают о голубе, пришедшем в пятницу, или когда он крестил Иисуса Христа. Но когда Коран говорит о Святом Духе, я верю, что он говорит про архангела Джибрилля, Гавриила. Это ангел, неспосланный всемогущим Богом. И одной из его миссий было донести откровение пророку Мухаммаду, мир ему. И также у него есть другие миссии. Мы верим, что он Духообразный ангел. Если ты имеешь в виду, что он Дух, у нас нет проблем с этим. Но он не часть Триединого Бога, они отдельные. Ангел Джибрилл отделен от Аллаха, причист Аллах от подобного. И также Дух, упомянутый в Библии, отделен от Бога. Они не единое целое, но это учение церкви. Потому что слово «Троица» не существует в Библии. Но если вы прочитаете Коран, то Троица дважды упоминается в Коране. В 4-й суре Ан-Ниса в 171-м аяте, где говорится «И не говорите, Троица, прекратите, ведь так будет лучше для вас». Итак, Коран говорит «Не говорите, Троица». И то же самое сообщение повторяется в 5-й суре Аль-Маида в 73-м аяте. Там написано «Не уверовали те, которые говорят, Аллах является третьим в Троице». Так что слово «Троица» встречается в Коране дважды. И оба места говорят неправильно использовать слово «Троица». Тогда как в Коране говорится «Не говори Троица», но в Библии нет даже самого слова «Троица». Единственное место, где упоминается смысл слова «Троица» в Библии – первое послание Иоанна, глава 5-й, стих 7-й, которое говорит «Ибо три свидетельствуют на небе, Отец, Слово и Святой Дух, и сии три суть едина». Но этот стих, если вы прочитаете пересмотренную стандартную версию Библии, которая была проверена приличными выдающимися христианскими учеными, они говорят, что первое послание Иоанна, глава 5-й, стих 7-й – интерполяция, искажение и фальсификация. И они исключили этот стих из Библии. Поэтому стих в Библии, который косвенно говорил о смысле Троицы, был исключен христианскими учеными как выдумка, искажение и фальсификация. Поэтому Святой Дух и Всемогущий Бог – это две разные сущности, они не то же самое. И в Коране говорится, что ангел Джибриль – это ангел Аллаха Пресвятан и Велик. Надеюсь, я ответил на твой вопрос. Да, мой брат. Я хотел бы услышать другие твои вопросы. Да, мой третий вопрос, который относится к Святому Духу. Все пророки, как Авраам, пророки Исаак и пророк Моисей, мир им всем. Все пророки взаимодействовали с Аллахом. И потому что все они были избранными, чтобы взаимодействовать с Аллахом, они должны быть одерейны какой-то силой. Это может быть благодатью Бога. Так что у них была некая сила, чтобы они могли взаимодействовать с Аллахом. Поэтому, что это за сила? Я думаю, я имею в виду, я полагала все эти дни, что они взаимодействовали с Аллахом с помощью Святого Духа, как посредником, имею в виду все пророки. Является ли это правдой? И можно ли просить у пророков? Сестра задала вопрос, что посланник Аллаха, мир им, связывались и ходатайствовали и взаимодействовали с всемогущим Богом. Сестра, английское слово «ходатайствовать» и слово «заимодействовать» — это две разные вещи. Тогда для уточнения, ходатайствовать или взаимодействовать? Ходатайствовать! Ходатайствовать — значит заступаться как посредник за кого-либо. Сестра, здесь ты должна понять, когда ты обращаешься ко всемогущему Аллаху, тебе не нужна никакая сила. И Аллах не нуждается в каких-либо посредниках, чтобы они ходатайствовали за тебя. В Коране сказано в Суре Гофир в 60-м аяте. Ваш Господь сказал, взывайте ко мне, и я отвечу вам. Аллах, Субхану Хо Тааля, не нуждается в посредниках. Аллах, Субхану Хо Тааля, не требует, чтобы кто-либо как посредник ходатайствовал его с кем-либо. Знаешь почему? И люди приводят такой пример. Знаете, когда вы идёте в суд, и чтобы представить своё дело судье, вы нанимаете адвокатов. И подобно тому же посланники Аллаха — наши адвокаты. Это нормально и логично для судьи человека, потому что судья не знает, кто настоящий преступник, а кто нет. Поэтому адвокат помогает судье понять, кто преступник и кто нет. Но Аллаху не нужен никто, чтобы доказать ему, кто хороший, а кто плохой. Поэтому здесь неправильно говорить ходатайствовать. Да, кто-то может попросить как посланник Аллаха за других людей. И Аллах говорит в Коране, что он не требует заступничества, кроме того, кому позволит в день суда. Так что Аллах сказал, что в день суда он даст разрешение определённым людям ходатайствовать, то есть заступаться. И есть хадис, который подтверждает, что эта особая привилегия будет дана пророку Мухаммаду Мирьему. То, что мы знаем из истории и других священных писаний, а также Корана и хадиса, что посланники Бога обращались и взаимодействовали с всемогущим Аллахом, и они просили за других людей. Но если мы используем пророка, чтобы ходатайствовать, то есть чтобы он заступился за нас, к примеру, я взываю к этому пророку, это запрещено. Следовать учению пророка – это хорошо. Но молиться и просить у кого-либо помимо Аллаха, это запрещено. И это делают многие люди. Они молятся человеку, говоря, что он ближе ко всемогущему Богу. Поэтому если мы будем молиться через него, Бог примет нашу молитву быстрее и лучше. Это неправильно, и это запрещено. Но мы должны молиться только Аллаху напрямую. Пророки и посланники Бога – да, у них есть особые силы. Они обладают особенными силами. К примеру, они могут связываться с Аллахом. И Аллах выбирает определенных мужчин среди мужчин, чтобы передать его послание людям. И этих избранных людей всемогущего Бога мы называем пророками и посланниками Бога. Есть связь между посланниками и Аллахом. Но это не значит, что люди могут использовать этих посланников как посредников. То есть, если они будут молиться этим посланникам, тогда всемогущий Бог услышит их. Но это учение церкви, в котором говорится, что если вы уверуете в Иисуса, мир ему, все ваши грехи будут прощены. Эта концепция не существует в Исламе. И не существует даже в истинном христианстве. Но это учение церкви, сестра. Надеюсь, я ответил на твой вопрос. Да, спасибо. Мой предпоследний вопрос. В Новом Завете, в первой книге «Деяния апостолов» Павел упомянул о языках. Что вы скажете о языках в Новом Завете? И согласно Исламу, они существовали или их не было? Существовал ли дар языков в то время? Сестра задала вопрос, что Павел сказал о языках. Сестра, если бы ты привела мне ссылку, я был бы в лучшей позиции, чтобы ответить. Потому что в Библии много где упоминается о языках. И также в Коране есть много аятов, которые говорят о них. Если ты дашь мне ссылку того, о чем ты говоришь, я был бы в лучшей позиции, чтобы дать тебе ответ. Но говоря в общем, в Библии есть много утверждений о языках. И также говорится, если вы прочитаете Евангелие от Марка, он говорит, что любой верующий, он сможет понимать иностранные языки и говорить на иностранных языках. Что означает? Если вы верите в Бога, тогда вы можете понимать иностранные языки и говорить на них. И это то, что я сделал, когда у меня были дебаты с доктором Уильямом Кэмбеллом. Я дал ему купюру в 100 индийских рупий. И как вы можете знать, на индийской бэнкноте в 100 рупий есть 22 официальных языка. Я прочитал на английском 100 индийских рупий. И также я прочитал на хинди, сауф рупия. И я попросил его прочитать другие 20 языков, если он верующий. И он не смог. В Коране много ссылок, говорящих о языках. Если вы прочитаете Коран, Коран говорит в 30-й сюре Арум в 22-м аяте. Среди его знамений сотворение небес и земли и различие ваших языков и цветов, чтобы вы могли общаться друг с другом. Воистину, в этом знамение для обладающих знанием. Кроме этого, Коран также говорит, что в Суднодень ваши языки, органы и руки будут свидетельствовать против вас, что вы сделали правильно и что неправильно. И также есть различные хадисы пророка, которые говорят о языках. Поэтому есть много ссылок в Коране, говорящих о языках. И также есть много ссылок в Библии, в которых говорится о языках и о том, как испытать веру. Сестра, надеюсь, я ответил на твой вопрос. Спасибо вам. И мой последний вопрос. У меня есть друг мусульманин, и он предложил мне прочитать Ветхий Завет в Библии. И он специально сказал мне, чтобы я сначала прочитала Ветхий Завет в Библии. А затем он сказал, чтобы я прочитала Коран. Но как вы конкретно упомянули, Коран — это последнее откровение, данное Аллахом. Поэтому, как мусульманин, что вы посоветуете мне? Потому что мой друг мусульманин посоветовал мне сначала прочитать Ветхий Завет в Библии, а затем прочитать Коран. Сестра задала вопрос, что ее друг посоветовал ей сначала прочитать Ветхий Завет в Библии, а затем прочитать Коран. Сестра, этого не обязательно делать. Ведь подобно тому, как есть Ветхий и Новый Завет, есть также Последний Завет, и это Коран. Поэтому, когда христиане говорят, есть Ветхий Завет и Новый Завет, Коран — это последний и заключительный завет Аллаха Субхану Хуата'ала. Теперь я задам тебе вопрос. Предположим, у тебя есть много версий и изданий книг. Например, ты пришла в медицинский колледж, и там есть несколько версий книги. Есть первое издание, второе издание и третье издание. Ты будешь читать первое издание или последнее издание? Конечно, я использую последнюю. Правильно. Ты прочитаешь последнюю. Да, если вы действительно любите первое издание, и вы фанат первого издания, тогда я скажу, нет проблем. Прочти первое издание, и потом прочитай последнее издание. Так что, если ты очень привязан к Ветхому Завету, и Ветхий Завет очень близок к твоему сердцу, тогда Коран говорит в третьей суре Али Амрон 64-м аяте, «Скажи, о, люди Писания, давайте придем к единому слову для нас и для вас». Поэтому я скажу, если ты так сильно хочешь прочитать Ветхий Завет, нет проблем. Прочитай Ветхий Завет, затем прочитай Коран. Но с условием, чтобы мы пришли к единому слову для нас и для вас. И когда ты прочитаешь Ветхий и Новый Завет и Коран, ты узнаешь, что вещь, которая часто встречается в этих Писаниях, это утверждение, что есть один Бог, и Он заслуживает поклонения. И Он не подобен ничему и не рожденный. И также там говорится, что Иисус, мир ему, не Бог. И оба священных Писания говорят, что последний и заключительный посланник – это пророк Мухаммад, мир ему. Теперь, сестра, готова ли ты принять ислам? Конечно, да. Сестра, ты веришь, что есть только один Бог? Да, я верю, что есть только один Бог. Ты веришь, что Иисус не Бог, но посланник Бога? Да, я верю, что Иисус – посланник. Ты веришь, что пророк Мухаммад – последний и заключительный посланник? Да, я верю, что пророк Мухаммад – последний и заключительный посланник. Сестра, кто-то заставляет тебя принять ислам? Прошу прощения, есть ли кто-нибудь, кто заставляет тебя принять ислам? Нет, никто не принуждает меня. Ты принимаешь это по своей воле? Да. Знаешь, потому что в исламе запрещено принуждать кого-либо принять ислам. Это харам. Это запрещено в нашей религии. И это харам в большинстве стран, и также здесь, в Дубае. Религия запрещает принуждать кого-либо принять ислам. Поэтому ты принимаешь ислам по своей воле, сестра? Да, и по этой причине я так много вопросов задала вам. Мяшалла. Я надеюсь, никто не подкупил тебя? Нет. Знаете, в Индии, когда многие люди приняли ислам, САЙДИ полиция пришла и спросила у них, сколько долларов вам заплатил доктор Закер Найк. Я сказал, что я дал им валюту Ахира, то есть валюту загробного мира. И они приняли это. Сестра, иншалла, я скажу на арабском, а ты повтори за мной. Хорошо. Я свидетельствую, Я свидетельствую, что нет Бога, что нет Бога, кроме Аллаха, кроме Аллаха. И я свидетельствую, я свидетельствую, что пророк Мухаммад, что пророк Мухаммад, посланник и слуга Аллаха, посланник и слуга Аллаха. Мяшалла, сестра, ты мусульманка. Я прошу Аллаха, чтобы он укрепил твои стопы на этом пути и дал тебе лучшее в этом мире и в последнем вечный рай, иншаллах. Спасибо вам. Подпишитесь на мой телеграм-канал. Там регулярно выкладываются те же видео, что и на ютуб. Пусть в этом будет благо для мусульман.